На днях в одной из газет появилась статья, правда на коммерческой основе, в которой приводится письмо бывшего министра финансов республики Николая Смирнова, а к нему пояснительная записка министра сельского хозяйства России Николая Федорова. За комментариями по этому поводу мы обратились к пресс-секретарю главы Чувашии Михаилу Вансяцкому. Я хочу сказать с полной ответственностью, что никакого письма ни от Николая Федорова, ни от Николая Смирнова на имя главы Чувашской республики, по крайней мере на сегодняшний день, на 18 июля не поступало. Поэтому все, что об этом сообщается в средствах массовой информации, это не более чем информационная провокация или утка, как хотите это называть. Но если это письмо и существует в природе, то я не думаю, что оно существует в природе, потому что на самом деле оно состоит из грубой подтасовки фактов и откровенной лжи. Если в двух словах сказать о содержании этого письма, речь идет о том, что во времена Николая Васильевича Федорова, когда он руководил республикой, экономика республики расцветала, все получали высокую зарплату, в деревнях все радовались жизни, никто не уезжал из Чувашии на заработки, а наоборот, москвичисты отремились приехать к нам в республику работать. Но никакой, конечно, группы компаний САВА не было, никто деньги из бюджета республики за рубеж не выводил, никто заводы не банкротил, ни ХБК никто не банкротил, ни Трикоташку никто не банкротил, ни НДС Канова Чебоксарский, никто не разворовывал средства из нового города. Не было у нас спада экономики в 2008 году, когда на 30% упало производство, кругом было жилье доступное, зарплаты были высокие, в общем, текли молочные реки и кисельные берега. Вот это все было у нас в те времена, а сейчас, если выглянуть в окно, то по улицам бродят толпы нищих, производство стоит, и, в общем, кругом упадок и запустение. Кому это выгодно? Ну, я думаю, очень много людей, которым выгодно дискредитировать Михаила Васильевича Игнатьева, еще даже с самых первых дней, когда он пришел руководить республикой. И вот это могут быть те же самые люди, которые причастны к криминальному банкротству тех предприятий, которые я перечислил. Потому что, когда, как только Михаил Васильевич пришел, стал руководить республикой, тут же против них были возбуждены уголовные дела. Тут же началось расследование всех этих фактов, и сегодня эти люди уже получают не условные сроки, как было раньше, а вполне реальные. Понятно, что очень многим это не нравится, и очень многие хотели бы это все прекратить, остановить. Ну, я думаю, это выгодно тем, у кого сегодня заставляют через суды вернуть в собственность республики огромные земли, которые они получили в свое время незаконными путями. Там огромные деньги крутятся, там накручивается, например, по 10 тысяч процентов. То есть, эти земли приобретали за копейки незаконно, сейчас накручивают в 100 раз цену. То есть, они тоже очень хотели бы дискредитировать каким-то образом главу республики. Ну, я думаю, что выгодно подрядчикам, которых сегодня штрафуют за неисполнение контрактных обязательств. Раньше этого не было, сегодня, извините, их заставляют обязательства выполнять, выполняя срок из-за нарушения контрактных обязательств. У них отбирают контракт и их штрафуют. На мой взгляд, если для того, чтобы каким-то образом его очернить, прибегают к таким способам, как провокация, фальсификация, ложь, но это говорит о том, что Михаил Васильевич не делает правильное дело, и он на правильном пути.